Илья, поздравляем тебя с днём рождения. Расскажи, как сегодня начинался твой день, отличался он от обычных предыгровых дней? Спасибо большое за поздравления. Да нет, обычный день единственное, что приходили поздравления от друзей, от семьи. Только это единственное отличие. Я так готовился к очередному матчу. Знаешь, многие игроки в день матча не подходят к телефону, а тут же, наверное, звонки, поздравления. Ты как справлялся? Ну, с родными, с семьёй пообщался пока что. И всё, больше не с кем не общался сегодня. Часто твой день рождения на игры выпадает вообще? Нет, нет, первый раз. И более того, даже за последние 10 лет, мы буквально вчера вспоминали, за 10 лет, у меня не было такого, чтобы была возможность увидеться с семьёй, посидеть, потому что завтра выходной. И последний раз на день рождения у меня была возможность посидеть с семьёй, это было на 16-летие. То есть уже 12 лет назад. Какой-то был особый настрой, что именно в день рождения хочется победить и на ноль сыграть? Да нет, не было такого. Было понимание, что нужно после череды матчей, не совсем удачных, нужно было реабилитироваться перед болельщиками и нужно было выиграть. Как партнёра поздравили? Да ну как обычно, победой. После игры все поздравили, сказали извини, что не на ноль, но выиграли самое главное. Как проведёшь сегодняшний вечер, расскажи. Буду с семьёй, прежде семья, проведу время с семьёй. Спасибо. Работяги. Ты как считаешь, тебе уже 28 или ещё 28? Я надеюсь, что ещё. Хочется верить, что ещё 28. Знаешь, говорят, что вратарии многие готовы уже к 30 годам, там расцветают, чувствуешь это на себе? Хотелось бы верить в то, что будет какое-то футбольное долголетие, но пока об этом рано думать, но надеюсь, что ещё всё впереди. Что бы себе пожелал на день рождения? Побед, побед, чтобы всё было стабильно в команде, чтобы травмы обходили не только меня, всех ребят обходили травмы и как можно чаще радовали болельщиков наших.